Субботники после праздников, по решению губернатора Андрея Воробьёва, продлены до конца мая. Ещё остались лесные массивы, захлоплённые мусором. Один из них примыкает к микрорайону Бахчеванджи. Лес расположен буквально через дорогу от жилых домов. В нём и оставляют отдыхающий мусор после похода. Я проезжаю по микрорайонам города и предложил провести субботник на территории Бахчеванджи, а после этого провести встречу. На что они откликнулись, и вот сейчас вы видите, мы убираем мусор в лесополосе, а после этого соберёмся и обсудим те насущные проблемы, которые их интересуют. На субботник пришли с семьями. Малыши и те помогали. Ещё мусор! Давай, давай! Вот ещё мусор, бутылка всякая. Хотел на собрание идти, а это вот оказывается вместе, всё это акция вся. Не могу смотреть, когда мусор валяется на дороге. Я хочу, чтобы лес был чистым, потому что мне не нравится, когда эти люди просто берут и делают из леса свинарник. И что ты делаешь сегодня? Убираюсь. Леш, он нужна помощь. Нужна. Нужна. И большое спасибо, что организовали, что инвентарь выдали, помогли. За час более ста человек собрали в мешки 29 кубометров мусора. Коммунальные службы вывезут его на полигон. После дружной работы участников субботника накормили гречневой кашей и напоили чаем. А позже Сергей Горелов и его профильные заместители провели встречу с жителями в формате «Вопрос-ответ». Говорили о значении местного леса и проходящей по его живописным местам лыжной трассе. Лес нуждается в защите от мусора, лыжня, от автомобилистов. Дальнейшее использование незастроенных территорий ещё предстоит утвердить в новом генплане и правилах землепользования и застройки городского округа. «Документы сейчас готовятся новые в связи с тем, что…» «Именно по изменению вида разрешённого использования, да?» «Вообще, по…» «И по генеральному плану так же. «Терпланирование, функциональное…» «То есть также жители должны подойти на слушание и выразить своё мнение?» «Да, да». Жители предложили оборудовать второй пешеходный переход к платформе «Бахчеванжи». Но так как по правилам он не предусмотрен, за бюджетные средства будет отремонтирован лишь деревянный настил, ведущий через железнодорожные пути, а заодно приведена в порядок перехватывающая парковка. По программе благоустройства в этом году по улице Беляева установят две детские площадки со всей инфраструктурой во дворах домов 16А и 2830. Несколько вопросов касались начисления за жилищно-коммунальные услуги. Ответ жители получат на выездном приёме с участием профильных специалистов уже в ближайшие дни. В этом году в микрорайоне начнут строить свою котельную мощностью 25,6 мегаватта. Она гарантированно обеспечит горячей водой и теплом весь жилищный фонд. «Прошёл проект экспертизу. На данный момент Мособлэкспертиза проводит проверку достоверности сметной стоимости котельной. После положительного заключения администрации будет объявлен конкурс на строительство. Это будет в этом году». Микрорайон военных лётчиков вошёл в программу губернатора Андрея Воробьёва по восстановлению инфраструктуры военных городков. Сформирован перечень мероприятий, куда помимо замены сети и тепло- и водоснабжения входит проектирование и строительство ливнёвой канализации. Финалом работ в 2023 году станет озеленение территории, устройство дорожек и проездов, на что будут выделены государственные и муниципальные средства. Прозвучали предложения по ограничению скоростного режима на улице Беляева. Сегодня по ней можно разогнаться до 60 км в час. Решение остаётся за комиссией по безопасности дорожного движения, где этот вопрос будет рассмотрен. К логическому концу подходит переписка администрации с Министерством обороны по использованию помещений бывшего ванного комплекса и прачечной. После нашего последнего прощения в Министерство имущественных отношений нас там услышали. В течение мая мы уже ждём какое-то решение. Может быть по срокам, может быть уже с передачей. К концу встречи, длившейся без малого часа, ветераны обратились к исполняющему полномочия с просьбой выделить помещение для Совета ветеранов. Сергей Горелов дал поручение проработать возможные варианты. Живое общение всегда лучше бумажной переписки. Считаю, что вот такие встречи мы, конечно же, продолжим. И в частности здесь, в микро- районе Бахчеванжи, уверен, проведём ещё не раз такие встречи с жителями для того, чтобы напрямую вступать и продолжать диалог, слышать жителей. И самое главное, решать их насущные проблемы.